Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. И автоматы Челябинского политехнического института. Вся трудовая жизнь Александра Фёдорова была связана с родным Челябинским трубопрокатным заводом, куда он пришёл сразу после студенческой скамьи в 1976 году. Прошёл путь от слесаря до генерального директора ОАО Челябинский трубопрокатный завод. Последние годы возглавлял Совет директоров предприятия. Во многом благодаря его высоким профессиональным и человеческим качествам, выдающимся организаторским способностям Челябинский трубопрокатный завод стал одним из флагманов отечественной промышленности. В первом стране внедрил новейшие технологии, соответствующие высоким стандартам белой металлургии. Долгие годы Александр Фёдоров вёл многогранную общественную и благотворительную деятельность. Находясь на посту первого вице-премьера Челябинского регионального объединения работодателей, союз промышленников и предпринимателей, он сыграл огромную роль в организации плодотворного взаимодействия лидеров южно-уральской экономики, тесного сотрудничества профсоюзов и работодателей. Был инициатором и активным участником целого ряда благотворительных проектов. Многие годы в течение пяти созывов представлял интересы избирателей Ленинского района в Законодательном собрании Челябинской области. В 2005 году Александр Фёдоров был удостоен почётной награды знаком отличия за заслуги перед Челябинской областью, за выдающиеся заслуги в развитии промышленного производства на Южном Урале и активную общественную деятельность. Уход Александра Анатольевича Фёдорова – огромная потеря для Челябинской области, для экономики и промышленности всей страны. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в сердцах его соратников, коллег и друзей, всех, кто его знал и ценил. Отмечают в региональном правительстве. Губернаторы правительства Челябинской области, наш канал, выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Стоит отметить, что в регионе продолжает расти число пациентов, которые успешно побороли новый вирус. Разрыв с новыми выявленными случаями становится всё больше. По свежим данным областного министерства здравоохранения, за сутки ещё у 292 человек выявили коронавирус. В этом списке и двое школьников. Но за то же время из больниц выписали сразу 392 излечившихся пациентов. Продолжение следует...